Рак нижеседневоопулярного отдела головой кишки Мы все знаем эти исследования, которые показали, что короткий курс учевой терапии привел к незначительному снижению частоты резидеров В группе без обучения было 11%, с обучением 5%, то есть формально 90% из 100% не получили никакого выигрыша от учевой терапии И более того, в обеих группах не было различий средней общей выживаемости, а это достаточно весомый фактор Когда мы понимаем, что наша задача не только проперевать пациента, но и лечить его, будучи не только хирургами, но и онкологами Задача корректа у канцер-групп, такие же результаты, нет увеличения общей выживаемости и большой выигрыш в частоте рецидирования Медко-трайл, который также показал, что в хороших центрах с хорошими хирургами, с хорошими радиологами Можно подбирать пациентов на хирургическое лечение без ущерба онкологичным результатом И это и показали своих результатов И мы знаем, что химучевая терапия имеет свои недостатки И вот этот анализ датчик-групп по истечении 14 лет после окончания исследования Они показали о том, что выигрыша в данный статус не было Но химучевая терапия вызывала достаточно выраженную дисфункцию сфиктора И прочие последствия поздних лучевых реакций Поскольку вы выделили на нижний стенд болиарный отдел И я понимаю, что это действительно правильно Потому что результаты лечения рака в верхнем болиарном отделе Они значительно лучше, чем результаты лечения рака в нижней среднем болиарном отделе И они зависят от стадии Но об этом мы поговорим чуть позже Я все-таки хотел бы сказать, что деление на нижний стенд болиарный отдел В зависимости от дистанции сантиметра достаточно условно Я думаю, деление по отношению к тазовому решению Будет более правильно отражать те локализации, о которых мы будем сегодня говорить И вот именно по отношению к тазовому решению Мы будем говорить о обхлях, о сложах ниже нее И это более четко отражает ту задачу, которая поставлена в докладе Если мы обратимся к истории, лет 20 назад был стандартный подход Под всего исследования Опухоль не двигается, длинный курс Опухоль не достигается, хирургия Опухоль подвижная, обильная Короткий курс, спасающий хирургии Это 2021 год, НССН, клинические генераторы допускают практически все И химиотерапию, и хирургию, и длинный курс, и короткий курс И давайте вместе попробуем прогнозировать, что уже изменилось за последние 20 лет И что подходы так критикально изменились Эта статья 2023 года показывает отдаленные результаты лечения пациентов Без химиотерапии после тотальной визоэкономерфетамии Мы видим достаточно древнюю частоту локальных рецидиров Но видим прямую зависимость отдаленных результатов от стадии При стадии она 93, дюкс-бе 62 и дюкс-бе 3 стадии 30% Вот другая статья, 2013 год Достаточно интересное исследование В чем его суть, я коротко отражу Оно показало еще дополнительные факторы Зависимые дополнительные факторы прогноза Как поражение или отсутствие поражения местами пассы И также показало прямую корреляцию с стадии дюкс Вот в середине 2019 года наши азиатские коллеги Достаточно оригинально выделили прогнозические факторы Помимо тех, о которых мы говорили Разделили пациентов на две группы С факторами высокого негативного прогноза И без этих признаков Разделили их на две группы Они получали лучевую терапию, а переговорить другие не получали И что мы получили результаты? Пациенты с низким риском прогнозирования Добавленная лучевая терапия не увеличила отдаленный результат Пациенты с высоким риском прогнозирования С наличием негативных факторов Также лучевая терапия не привела к значительному изменению Отдаленный результат Однако, когда сравнили между собой группу высокого риска И группа низкого риска То оказалось, что именно наличие этих факторов И является основополагающим для изменения показателей отдаленной выживаемости И вот эти факторы, которые выделили данные исследования Это глубина инвазии Это статус поражения гернатических узлов Поражение пассы Экстоморальная инвазия И распространяется окна Также при выводе таксового лечения Мы должны все-таки понимать Что уровень хирургии Уровень оснащения клиники Возможность при лечении специалистов От клиники от клиники различаются Поэтому это тоже надо принимать в внимание При планировании плана лечения пациентов В целом, мы имеем следующие моменты Если мы говорим о пациентах Которых мы можем рассказать Как кандидатов к хирургическому лечению Если это все пациенты без поражения гернатической фасции Поскольку сам фактор поражения Уже изменяет полностью плана лечения И здесь есть у нас два варианта Это пациенты без поражения фасции И без негативных актов прогноза В основном, это кандидаты на хирургическое лечение Без неодиуанта И пациенты без поражения гернатической фасции Но с негативных актов прогноза Которых мы уже упомянули где есть возможность и, наверное, правильно рассматривать какое-то дядевое лечение. Вопрос там, какое. Вот пациенты с низким, без негативных факторов прогноза, в основном, конечно, это кандидаты на хирургическое лечение. И мы должны понимать, что мы также активно пропагандируем вочин-вейт, но это очень узкая, селективная группа пациентов. В основном, все пациенты без негативных факторов кандидаты на хирургическое лечение. Это дает лучшие результаты, и мы понимаем, что не всегда мы можем настичь полного ответа, и по факту мы получим перелечение пациента без выгоды для него. Хирургическое лечение также имеет свои побочные эффекты, которые мы все знаем, и не будем на это долго останаться. Да, есть аргументы против его ранних стадий, мы можем этим воспользоваться, но это только в том случае, если все хорошо, удачно. Если же эффект от этого человека мы не получили, то мы опять венемся в той же хирургии, которую мы могли даже в самом начале, но в результате еще получим позднюю токсичность. Аргументы против учебной тропии также в том, что в этих ранних стадиях риска децидива намного меньше, и мы в целом можем достигнуть хорошего эффекта. Кто прав, на самом деле вопрос дискутабельный, и он сегодня поднимался и дальше будет подниматься, я думаю, что и нас больше рассудит. Вот стандартный пациент, который на консерве, у нас было принято решение оперировать сразу без сербеадиванта. Ополе на 9 сантиметрах, клинический Т2, мы его прооперировали, по атомологической стадии подтвердило, что клиническая стадия была правильной, без экстреморальной мази, без поражения фасции. Это, конечно, этот кандидат на хирургическое лечение, но он не требует какого-то предоперационного лечения. Другой пациент, также Т2, клинический по МРТ, также это подтвердилось, а в атомологическом этот пациент был у нас в клинике прооперирован, и никакого давления лечения ему не требовалось. Но есть и другая группа пациентов, в которых также нет поражения фасции, но присутствует негативный фактор прогноза. Вот номер пациента, опыта на 8 сантиметрах, Т3Б и Н1С, и МРА+, и медиктарная фасция не поражена. Как мы будем лечить данного пациента? Формально он больше всё-таки подходит, если мы рассматриваем его не как хирурги, которые прооперировали, и дальше ответственности их нет, а как он будет. Наверное, всё-таки этот пациент стоит рассматривать, на какое-то лечение, вопрос в том, как будет. Также пациент, медиктарная фасция поражена за счёт венозных депозитов, не за счёт первичной опыли. Что делать данному пациенту? Причём надо понимать, что диагноз и факт поражения фасции, он выявлен благодаря качественной лучевой диагностике. Не во всякой клинике это определят, и чаще всего этот пациент всё-таки пойдёт на хирургию. Если там будет оптный патоморфолог, да, он найдёт потом эти депозиты, и тогда перед хирургом встанет вопрос, когда он получит, что надо взвязать о диван, и, возможно, тогда он задуман о том, что, а может, стоило, всё-таки этот пациент полечить, а потом оперировать. Потому что сам факт присутствия этих негативных факторов отражается плохо на отдалённых результатах. Вот другой пациент. То же самое. У нас есть опухоль, которая не поражает вестральную фасцию, но есть депозиты, которые поражают фасцию. Также, как мы будем рассматривать пациента? Как на хирургию, формально, да. Нет никаких указаний. Даже в стадии ТНМ это не рассматривается, эти депозиты. Но, тем не менее, они есть. И мы понимаем, что, надеюсь, что пациент будет зависеть от правильной тактики лечения. Вот исследование 2020 года. Это известная отец группы ВКР из Франции, которая включала пациентов без поражения вестральной фасции, но с признаком эксавральной вази и поражёнными лимфозами. В стандарте этим пациентам показан длинный курс химио-учевой терапии с последующей оценкой эффекта и хирургии. Они решили заменить химио-учевую терапию на антивангах химиотерапии у Фринокс с оценкой эффекта и хирургии. Я общался лично с Павлисом Гуле, данные, вот критерии включения, чтобы вы убедились о том, что это не тот министративный рак, который мы подбиваем. То есть, если взять критерий, что такое министративный рак, бион ТМИ, то это те пациенты с распространённостью такой, которым нельзя выполнить реакциональную операцию с стандартными ТМИ. Этим пациентам можно изначально выполнить эту операцию, но результат от вас не поражен. Но, тем не менее, по признакам поражения пузов, они кандидаты по сравнению с ландами на неодевательную терапию. Так вот, группа ВК решила заменить длинный курс химиотерапии на предоперационную химиотерапию по схеме Фолферинокс. Отдругие результаты ожидаются в 2020 году, но предварительно мы разговаривали, и он говорит, что он очень обрадован результатами того, как после нескольких курсов химиотерапии кубка уменьшается и переходит в то состояние, которое они ожидают получить от длинного курса химиотерапии. Ну, в 2020 году, я надеюсь, если доживём, мы увидим и посмотрим, насколько они были правы. Опять-таки, вместо срадионного рака, но это ESPO-гайдвальдс, но я ещё раз говорю о том, что то, что мы называем эссрадионным раком, и то, что на Западе именуют, это не совсем одинаковые вещи. Так вот, там также указано о том, что рутинное значение реабилитационной учивой терапии сказать, дискутабельным, так как сам диагноз вместо срадионного рака ставится исходя из размера инфлозов, об этом всё же говорили, и это не всегда подвержает эмофорически. То есть, эти пациенты реально анализируя задний ум, мы понимаем, что им это учивать химиотерапию не нужно. И вот сейчас, в 2021 году, мы всё-таки должны исходить из того, что лечение пациента должно основываться на стандартах, но, тем не менее, должно быть персонализировано. Мы должны понимать, что ТТВ при локализации по задней стенке, ТТВ при локализации по передней стенке, это не всегда одинаково, особенно у мужчины. Мы должны учить его возраст, пол, социальный статус, признаки прогрессирования, об этом я так понимаю, что у них третья сессия будет говорить, и всегда должны учить предпочтение пациента, рассказывая ему все варианты и возможности лечения, и вместе с ним выбирая тактику. Обсуждая с ним риск алкогольного инцидива, возможность стомы, понимая то, что не все двигательные стомы закрываются, часто это остается постоянной, континенцию, расстройство сексуальное, это всё должно быть по цельным месте обсуждено, учитывая его предпочтение, и только после этого мы можем принимать решение, оперируем ли мы, либо что-то подобное, другое. Качество жизни, опыль может пьючатая, опыль может распорядиться достаточно внизу, и в этом случае, да, выполнить ему экстерпацию, мы выполним ратикальное учение, но согласен он, как он будет с этим жить, это всё нужно с пациентом обсуждать. Вот как раз это пациент, который у нас будет обсуждать за понедельник на консерве. Опыль на пяти пациентов на пяти сантиметров, Т2,0,0, расположен достаточно низко. Пармага, кандидат на экстерпацию. Но мы обязаны, и это отражает ту фабулу, которую вы поставили, когда можно ограничить хирургии. Мы можем, если ограничить с одной хирургии, но согласиться ли пациентам на эту операцию, мы должны с ним обсудить. Должны ли мы ему сказать о том, что у него есть шанс процентов 60-70 после проведённого длинного курса лучевой терапии получить полный ответ? Да, должны. И только после этого обсудить с пациентом уже принимать статус к уличению. Мы должны понимать, что операции, мы все оперируем, и мы все уверены, что оперируем хорошо, но тем не менее у каждого из нас есть определенная частота осложнений, и всё это должно быть доведено до пациента. Это статья 2015 года, в которой, и это в Великобритании изучено, те вопросы, которые англоги обсуждают с пациентом. И вот далеко увидеть, что большая часть с пациентом обсуждается, а то, что в нижней части не обсуждается с пациентом, возможно, в силу занятости, возможности, у того, что не все пациенты реально готовы осознать все последствия хирургии. Но, тем не менее, реализация лечения — это совместное обсудение с пациентом всех военных лечений и только после этого принятия решения. И вот здесь интересная статья. Это статья «Прогрессор Минский» о изменениях трендов лечения рака прямой пешки. Чтобы понять, кто такой «Прогрессор Минский», в его библиографии более 260 трудов все посвящены не просто химио-лучевой терапии неодиантной, а именно интенсификации ее при раке пищевода, при раке пешки. То есть человек всю жизнь был по геотемпе, парагандировал неодиантную химио-лучевой терапию перед операцией. И вот, проанализируя свои отдавленные результаты, он в этой статье говорит о том, что общепринитартическое неодиантное лечение наверное является приводит к перелечиванию и в свете накопившихся данных перспективно является селективное значение лучевой терапии. Вот. Не запомнил, прошу прощения, минута осталась. Да. Что? Минута осталась. Понял, Владимир Владимирович. Стандартная схема лечения рака-пешки в нашей стране. Это оперативный рак с признаками негативного прогноза. Короткий груз, операция и одиантная терапия. До начала системного лечения, а именно системное лечение улучшает отдавные результаты, проходит 6-19 недель в лучшем случае. Какая у вас есть альтернатива? Перенести половину этого одианта в неодиант вместо лучевой терапии. И что? Я пробегусь тогда. Почему мы говорим о компонентности и о ее выгоде? Это ракетный трайв, который составил при СВСШ другие задачи, но он показал, что пациенты, получающие химиотерапию в неодиантном периоде, с большей долей частотой заканчивают весь цикл, весь курс. 6-6 курсов проходят более половины пациентов, чем те пациенты, которые получают одиант после операции. Мы понимаем, что они должны дойти до места онколога, получить направление, 0,57 и так далее. И это данные Европы, где видно, что меньше половины пациентов получают половину назначенного курса. Это результаты нашего исследования, которое мы проводили в 2015 году, когда мы пациентам назначали вместо короткого курса 4 курса КАПОКС. С точностью пациентов было эффект у 103, то есть 83% забежали кучевой терапии и были бы очень пропилированы. И более того, у 8% пациентов получили полнотре только на 4 курса химиотерапии. Не было эффекта у 9, которые в меньшинстве процентов получили длинный курс вместо этого и 2% прогрессируют. Ромально у... Извиняюсь, время. Хорошо, я поиграю. Ну, если коротко, мы должны понимать, что если уверенный хирург, который уверен, что он поперет, все будет хорошо, а еще вдумчивый хирург, который понимает о том, что его цель не только поперет, но и улечит пациент. И разница между ними о том, что хирург, он работает в клинике в больнице, весь спектр лечения, а данный хирург тот копеет. Ну, если коротко, это и тот, и другой мужчина, и тот, и другой хирург, но у второго есть обязанности. У этого на свадьбе и себе, а у нас там кругов, как специальность, у которой мы работаем. И по поводу поражения мистальной пасти, что там 1, 2, 3 мм, что это, как это, я бы хотел понимать, что мы знаем о том, что идеальная дает хорошие результаты, но тем не менее, мы должны понимать, что ежедневно в этой операции мы делаем вот такие движения. И движение инструментом, и движение клинчем, вот этот самый 2 мм может очень легко изменить. Вот толщина монополяра, которую мы работаем, всего 2,4 мм. То есть, эта разница достаточно субъективная. И вот это сказание было так у Джева, который часть своей жизни интересна получил в Сан-Петербурге, что всегда мы должны помнить о том, что как бы мы не бросили войны, всегда надо понимать, что мы лечим людей, это живые люди, и они от нас зависят. Продолжение следует...